Штормить из стороны в сторону – это проиграют Динамо Алтай в этом сезоне. Команда то терпит по 8 поражений подряд, а потом выдает победную серию из 7 матчей. И еще над фаворитами сезона. А вот со слабыми командами часто дают им очки. В матче против Олимпии, которая занимает предпоследнюю строчку, в таблице у болельщиков вызывало волнение. Так и произошло. Олимпия первая вышла вперед 1-0. Во втором периоде Барнаульцы переиграли гостей 3-2. И все ушло в овертайм. Там, точнее, оказались Динамо Алтай. Тяжелая победа 4-3. Непростая игра. Соперник приехал после поражения в Новокузнецке. Вышли играть от ножа мобильно. Нам же тяжело было опять доставать эмоции после яркой очень игры предыдущего матча и победы. Маленько мы не то что стушевались, а не вошли в игру правильно. Хорошо во втором периоде переломили, забили нужные шайбы, но легко пропустили. И поэтому в третьем периоде, в принципе, игра шла до гола. Перешли в овертайм, где удача улыбнулась нам. Сейчас Динамо Алтай занимает 11 место в турнирной таблице. Следующие матчи барнаульцы проведут на выезде. Команду ждет турне по Татарстану. 25 ноября против Челнов. 27-го играем с Нефтяником. И 29 ноября в Казани против Барса. Со льда переходим на паркет. Волейболисты университета завершили первый круг высшей лиги А. Играли в гостях против магнитогорской магнитки. Первую встречу студенты выиграли 3-0. Во втором матче тоже победа, но со счетом 3-1. Результатом прошедших матчей мы довольны. Нам было очень важно одержать две победы и заработать 6 очков над одним из конкурентов за попадание в четверку. Наша команда понимала, что на выезде против магнитки будет очень сложно. Если первая игра прошла под нашим контролем, то в повторном поединке соперник перестроился. В субботней встрече мы выдержали прием, но в воскресном матче не удавалось эффективно сыграть у сетки. Игры второго округа стартуют в ближайшие выходные. Волейболисты университета 23 и 24 ноября на выезде сыграют против челябинского «Динамо». Дмитрий Дроздов. День с толком.